В подземке жесткая конкуренция. Частные предприниматели стараются сманить друг у друга покупателей. На их фоне волонтеры приюта «Твои друзья» обладают большим преимуществом. Их товар бесплатный. Отдавать кошек и собак волонтерам трудно. Успели привязаться. Говорят, даже клички стараются питомцам не давать, чтобы было легче расставаться. Сегодня нашлись хозяева для двух котят и одной собаки. Кому попало, животных не отдают. К потенциальным хозяевам волонтеры внимательно присматриваются и просят заполнить анкету для обратной связи. Даже документы проверяют, чтобы собака не осталась на улице вместе с хозяином. Не даем людям без приписки, не даем несовершеннолетним. То есть надо разрешение родителей, естественно, чтобы они пришли с ними. Ну и, естественно, если видно, что человек без дома, то животное давать ему нельзя. Ирина еще вчера обратила внимание на котят. Но там были одни девочки. Договорилась с волонтерами и пришла сегодня за мальчиком. Кошек в семье разводят давно, так что Ирина продолжила династию. А как вы, с семейным советом? Не знаю, что. Барщиком. Но ходу придумала. Этой собаке пока не везет. Не берут домой потомка лабрадора. Девочке без имени 4 месяца. И наличие интеллигентной породы в ее роду, конечно, сказывается. Собака послушная и добродушная. Мимо нее не проходит ни один ребенок. Но крик «мама, купи» здесь не самый веский аргумент. Кошкам везет больше. Котята точь-в-точь, как в рекламе, умиляют прохожих. Особенно детей. Малыши не проходят мимо. Если домой не заберут, то хотя бы погладят. Или покормят. Хотя обычно волонтеры просят не баловать животных сладостями. Тем более в такую жару. Лучшая помощь усатому-полосатому – это забрать его с собой. В хорошие руки. Марина Кравцова, Любовь Коренева, Дмитрий Тарасов. Есть события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова